С вами новости спорта и я Марина Азябина. Здравствуйте. Елизавета Туктамышева победительница Гран-при Москвы. Уроженка Удмуртии выиграла золото в женском одиночном катании, откатав практически безукоризненно свои программы. С 5 по 8 декабря в столице России пройдет очередной этап Кубка страны, а чуть позже и национальный чемпионат, где выступит Елизавета. Теперь о хоккее. Победу в заключительном матче домашней серии одержали игроки Ишстали. В ходе Кубка Шелкового пути Столивары принимали на своей площадке гостей из Ростова-на-Дону. Подробности этого поединка в репортаже Ильи Вихарева. Этот матч стал вторым в истории встреч обеих команд. Ростовчане выступают в чемпионате высшей хоккейной лиги всего второй сезон, однако уже демонстрируют отличные показатели. Шестое место турнирной таблицы Столивары не уступили гостям ни в скорости, ни в бросках по воротам. Смогли вы стоять и в меньшинстве, бросались под шайбу, строго играли в обороне. Отлично провел поединок наш голкипер Савелий Кононов. Неоднократно выручив команду, автором единственного гола в этом матче стал капитан Ишстали Антон Кочуров. Опытный нападающий подправил шайбу после броска Максима Рогова. Под занавес хозяева имели шанс отправить вторую шайбу уже в пустые ворота, но промахнулись. В итоге победа 1-0. Матч с Ростовом стал не только заключительным в домашней серии. Игра завершила и первый круг Кубка Шелкового пути для Столиваров. После 24-х игр ижевчане 5 раз праздновали победу, и 19 встреч проиграли. Получилось далеко не все из задуманного, прокомментировал главный тренер ижевчан Константин Полозов. Одна из причин – болезни и травмы игроков. Вот это вот обидно. Я понимаю, насколько ребятам тяжело. Я понимаю, даже не буду афишировать. Много игроков играет после травм. Им бы еще восстанавливаться, по большому счету. Но мы их выпускаем, они играют через «Не могу», они молодцы. Вы же прекрасно понимаете, когда человек готов, когда он готов на 50%. Сейчас Столивары восстановятся после домашней серии и начнут подготовку к играм на выезде 30 ноября. Ростовчане ждут и шталь уже на своем льду. А первый домашний матч команда Полозова проведет 10 декабря с новокузнецким «Металлургом». И весь из Казани со всероссийского турнира по боксу класса А. Выступили там и наши спортсмены. И один из них, глазовчанин Даниил Габов, отличился. В весовой категории 56 килограммов он стал победителем, выполнив заветный норматив мастера спорта России. Поздравляем спортсмена и его наставника Александра Богданова. Далее вести из Хакасии с первого этапа Кубка России по лыжным гонкам. В программе было два вида. Классический спринт и гонка на 5 и 10 километров свободным стилем. Лучший результат в сборной Удмуртии в спринте показала Лилия Васильева. Она финишировала шестой. В коньковых гонках Лилия и ее товарищ по команде Александр Ившин заняли 11 места. Ну а теперь переместимся в спортзал муниципального дворца спорта, где прошло открытое перенство города по рукопашному бою. Впереди у ребят важные старты. Сколько было участников и кто порадовал наставников, расскажем и покажем. Вот так увенский наставник Андрей Косоев переживал за каждый поединок своих подопечных. Кого-то криком этим он подбадривал, кого-то подгонял. Говорит, ребята соскучились по соревнованиям. Желание показать себя и составить достойную конкуренцию городским атлетам было у них большое. Я считаю, что мы создаем хорошую конкуренцию и для Ижевской, и вообще для Удмуртской республики. То есть мы конкурентные. Чем сильны-то ваши ребята? Духом, конечно. Духом. И телом, и духом. В итоге воспитанники Увинского клуба «Витязь» завоевали на этом старте 10 наград, 3 из которых золотые. Если Ижевские, они где-то, ну разные ребята, но как-то техникой немножко отличаются, да, то все сельские районы, там, да, и другие города, чем Ижевск, характер. Тут характер, надо отметить. Да, есть, конечно, безусловно, ребята и техничные, и оттуда. Но вот характер здесь надо отдать им должное. Они все-таки понастойчивее, поупорнее, чем Ижевские. Готовился к этому старту очень серьезный ижевчанин Тимофей Москвин. Он год назад сменил спортивное амплуа. До этого юноша занимался плаванием и легкой атлетикой. В первом поединке Тимофей одержал победу. Это был его дебют на столь крупном турнире. Боялся я очень сильно. Меня запугали, что там будут очень сильные соперники. Первое – это очень большой всплеск адреналина. Как только выходишь на бой, кажется, что соперник очень сильный. Когда начинаешь атаковать, сразу понимаешь, что в бою сильнее. Вот результат, я выиграл. Для многих ребят этот старт стал контрольной тренировкой. Молодые рукопашники отрабатывали технику, тактику в преддверии республиканских и всероссийских стартов. У них будет еще новогодний турнир. Это то, что мы планируем здесь провести именно этот возраст. У нас есть еще один турнир «Боец», который у нас запланирован. Здесь они тоже должны участвовать. Так что вот у нас здесь, на территории Нурки, если все будет хорошо, два соревнования еще будут. Сезон начинается и все победы у рукопашников впереди. Это была последняя информация о выпуске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова